К нашему эфиру присоединяется Давид Шарп, военный обозреватель Израиль. Давид, рады приветствовать вас в эфире Фридом. Здравствуйте. Здравствуйте, господа, добрый день. Итак, переговоры о прекращении огня до начала Рамадана на прошлой неделе закончились безрезультатно. Сегодня официальный представитель Хамас, Мохаммад Назал, заявил о продолжении переговоров по освобождению заложников и временному прекращению огня. По его словам, посредники из Катара и Египта решили продолжить работу над достижением этого соглашения. Скажите, есть информация, что сейчас происходит, ведутся ли переговоры, на какой стадии? Да, ведь казалось, что процесс, на прошлой неделе казалось уже, что процесс зашел в тупик. Процесс, в общем-то, как всегда, почти в тупике до того момента, как происходит прорыв. Это, собственно, природа и естество такого рода переговоров, когда они не носят кулуарный характер в основном, когда переговоры идут с террористической организацией и касаются освобождения заложников. Таковы реалии. Здесь важно понимать, что с точки зрения Израиля это не переговоры о прекращении огня. Это переговоры именно об освобождении хотя бы первой партии заложников. В первой партии подразумевается до 40 человек. И вот с соответствующей преференцией, с речным шагом со стороны Израиля, для Хамаса должны стать 6 дней прекращения огня. Не просто прекращение огня ради такового. Это интересует Хамас и интересуют Соединенные Штаты. Причем, как ни странно, обе стороны тут у них некий общий интерес. Они крайне заинтересованы в прекращении войны в целом и считают, что вот эти 6 недель приведут к тому, что после этого Израилю приведут к тому по разным причинам, что Израилю не удастся возобновить боевые действия. Для Израиля же это абсолютно неприемлемая ситуация. И, собственно, поэтому переговоры не удались. Хамас требует не только этих 6 недель сразу. Хамас хочет разного рода обязательств. И в первую главную очередь того самого неприемлемого обязательств прекращения войны. Лично, на мой взгляд, и насколько я понимаю, на взгляд очень многих израильтян, прекращение войны не только быть не может, его не может быть вообще. Пока есть активисты Хамаса в Газе, они будут всегда и не только там. Война не должна прекращаться, неважно в каких формах. В ликвидациях боевиков, общевойсковых действиях. В любом случае, именно поэтому, что требования Хамаса вот эти, а есть еще кое-что, не были удовлетворены, переговоры в тупике. Однако давление на Израиль со стороны Соединенных Штатов очень велико. Очень велико давление на правительство и, собственно, собственное понимание, что нужно постараться освобождить Ямеду изнутри, освободить заложников. И поэтому эти попытки добиться чего-то от Хамаса при посредничестве Катара и Египта, а это и с участием главы ЦРУ, продолжаются и по сей день. Вы сказали о ликвидации боевиков. И вот вчера во многих израильских СМИ появилась информация о ликвидации Маруана Исы. Вот по одним данным он четвертый, по другим данным третий по счету в иерархии Хамас. Писали, что он был убит ударом с воздуха в лагере Нусайрат в центре сектора Газа. И вот сегодня появилась информация, что окончательного подтверждения этому нет. Но вот появилось вот это как раз видео авиаудара по укрытию террористов, где находился Иса. Хотели у вас прояснить ситуацию, но вот на видео понятно, что это был очень мощный удар. Да, ну давайте вначале пару слов, кто он такой и какой номер в иерархии. Если мы говорим, есть руководство Хамаса в секторе Газа и есть заграничное руководство. Формально представитель заграничного руководства Исмаил Хане является номер один во всей организации. Однако по факту сегодня главный и главная цель Израиля и главный, кто решает в Газе, и главный противник Израиля во всех отношениях, это собственно глава Хамаса в Газе Ихи Синуар. Назовем его условно президентом. И есть два человека, которые, и надеюсь третий уже не с нами, которые идут сразу после него в иерархии Хамаса в Газе. Это командир всего боевого крыла организации, кстати, в Газе и за границей, Мухаммад Деф. И вот этот вот третий номер, по сути, можно так говорить, или второй в боевом крыле, Марван Иса. Марван Иса, зам Дефа, он с 2012 года на этой должности, при этом он является представителем боевого крыла и в политическом руководстве. Он заменял неоднократно, то есть был исполняющим обязанности главы боевого крыла, когда Деф, человек с инвалидностью значительной, был неудел. Он планировщик главный Хамаса, то есть в общем он человек, чье значение нельзя переоценить. И поэтому, если он был ликвидирован, это самая успешная ликвидация израильская, я имею ввиду персональная ликвидация. Было очень много, но более низовых активистов и членов организации. Это самый успешный удар в плане точечных ликвидаций, или вернее личных ликвидаций с начала войны. И вообще очень важная фигура. Но ситуация следующим образом обстоит. Армия наносила, и это не то, чтобы публикация, это абсолютно официально. Армия и служба общей безопасности Шабак, как они считают, вычислили местонахождение ИСы. И еще одного человека, скажем, командира входящего, хорошо в топ-десятку командиров Хамаса боевого крыла. И нанесли по ней по этому месту. Это подземная инфраструктура под дому, под домами. Массированный удар с соответствующими средствами. И насколько понимают, на связь он после этого не выходил. Более того, на месте такие завалы и такая ситуация, что сложно кого-то найти, идентифицировать местным жителям, я имею ввиду. Поэтому нет пока стопроцентной определенности, был ли он уничтожен. Как можно расценить? Вероятность этого довольно высока, но она не стопроцентная. Так что вот с ним обстоят дела именно следующим образом. Опять-таки, если да, то это очень существенный удар по Хамасу. Но первые два номера в Газе еще живы. Такой еще вопрос хотели с вами обсудить. Президент США Джо Байден может ограничить предоставление военной помощи Израилю, если израильские военные начнут масштабную наземную операцию в Рафахе. Вот об этом пишет издание «Политика». Там ссылаются на какие-то четыре американских источника. И вот журналисты утверждают, что решение еще не принято. Но вот американский президент обсуждает такую возможность. Как вы прокомментируете такие сообщения? И как на них вообще реагируют в Израиле? На самом деле, на лицо не то чтобы классическая ситуация, но не первый раз происходящее. Когда интересы Израиля, интересы администрации, находящиеся у власти в Соединенных Штатах, категорически не совпадают. В данном случае не совпадают электоральные интересы. Собственно, ну, начнем так. Последователи Обамы, сегодня находящиеся в Госдепартаменте, определяют американскую внешнюю политику. И сегодня операция в Рафиахе и вообще то, до чего Израиль хочет довести войну, абсолютно не вписывается в интересы окружения Байдена. По причине, в первую очередь, политические и электоральные. Есть давление арабского лобби, есть давление левых экстремистов и прогрессистов, собственно, в демократической партии. И из тех, кто потенциальными избирательными является. Правда, на другой чаше весов проблемы в Штатах, где, собственно, будет решаться исход выборов. То есть Штаты колеблющиеся. Одно дело в Калифорнии, где и так победят, даже если сторонники, скажем так, левого, крайне левого лагеря и арабского лобби не выступят против Байдена. А вот зато обратные действия против Израиля могут навредить в тех Штатах, где все не так легко. И вот это, конечно же, серьезный выбор для окружения Байдена. Тем не менее, для Израиля, скажем так, для Израиля Рафех насущно важен. И это отнюдь не личное дело премьер-министра Нетаньяву, крайне нелюбимого окружением Байдена и в Госдепе. Это понимание того, что Хамас необходимо добить в общевойсковом плане. Оно есть в широкого круга израильтян. Это более-менее консенсус в израильском обществе. На этот шаг необходимо пойти, естественно, предприняв все меры политического обеспечения. Если не удастся, что называется, убедить Соединенные Штаты и договориться с ним о том сценарии, какой будет более приемлем для Байдена, значит, нужно идти вопреки всему, потому что это тот самый случай, когда насущно необходимый интерес государства. Не абстрактный, а именно насущный, от которого могут зависеть жизни израильтян, что и показало нам седьмое бойня 7 октября. Знаете, оружие, которое поставляют, но которым нельзя воспользоваться для защиты своего самого насущного интереса, никому не нужное оружие. Необходимо, хватит собственных запасов вполне для того, чтобы сделать то, что нужно. Это если к этому дело придет. Однако, прежде чем к этому дело пришло, необходимо действовать по дипломатическим каналам. И, надеюсь, хватит возможности убедить американцев, да и сами американцы поймут, что это не совсем правильный выбор. В любом случае, бывало такое уже в свое время администрация Обамы в тайную, причем очень в тихую, прервала, например, поставку ракет высокоточных для вертолетов во время очередной операции в Газе, что серьезно помешало Израилю. Мы же можем только выражать сожаление по поводу того, что зависимость от Соединенных Штатов в плане вооружения велика, и что наше Министерство обороны и армия не сделали необходимых мер, и не только армия, но и в целом правительство, и Министерство обороны не сделало на протяжении долгих лет, не предприняло необходимых мер, которые бы позволили меньше, не то чтобы полностью, но в меньшей степени зависеть от Соединенных Штатов в области поставки вооружения. Надеюсь, что сейчас запасов до того, чтобы докончить операцию в Газе, нет вопросов, что их хватит. А вот хотелось бы надеяться, что их хватает и на более крупные угрозы, я имею в виду масштабную войну на Севере, которая может вспыхнуть в любой момент. Так что ситуация, как всегда, непростая, но она в Израиле редко бывает простой, тем более в последние месяцы. Да, вы коснулись ситуации на Севере, и вот я просматривала паблики израильские, вот увидела, что с самого утра из Ливана по территории Израиля было запущено сотни ракет. Израильская авиация, она ответила, разбомбила ракетные установки. Но можете больше рассказать о ситуации как раз на Севере страны и вот такие обстрелы, как часто они происходят? Ситуация на Севере, я бы ее рассмотрел в двух ракурсах, в таком ежедневном, тактическом и более стратегическом. Значит, на тактическом уровне, на продолжении многих недель, фактически с 8 октября, я общую оценку даю, Хизбалла начала войну против Израиля в ограниченном режиме и с солидарностью с террористами Хамаса. В рамках этой войны действуют некие правила, то есть условные правила. Когда Хизбалла, скажем, наносит удары в узком секторе, в районе границы, старалась по военным объектам наносить удары, однако при этом с ней действовали вместе и Хамас, и исламский джихад, их ливанские филиалы, которые церемонились гораздо в меньшей степени, да и Хизбалла тоже. Израиль отвечал тоже в ограниченном режиме, однако Израилю пришлось отселить значительную часть населения северных приграничных зон, 5 километров, то есть это многие десятки тысяч, а это значит многомиллиардные убытки. Призвать резервистов, отвлечь силы от газа и много чего неприятного делать. Кроме того, гибли израильские граждане, гибли военные и постепенно принимались решения не давать Хизбалле играть по ее правилам. То есть расширялись те самые уравнения, правила игры потихоньку менялись и даже не потихоньку менялись. На каком-то этапе стало ясно, что Хизбалла большой войны не хочет. Ей было выгодно вот так действовать потихоньку, демонстрировать солидарность с газой, но не потерпеть непоправимого ущерба. Однако для Израиля ситуация сегодня выглядит иной, когда террористическая организация, пусть и самая сильная в мире, пусть и превосходящая по военному потенциалу большинство государств мира, ставит Израилю свои условия. Когда хочет, объявляет войну фактически в том режиме, каком она хочет. Приводит к отселению жителей многочисленных, наносит миллиардные убытки. Фактически убивает израильтян не оптом, а в розницу, но даже несколько погибших гражданских, это менее 10 и около 10 военных. Для нас это тяжелейший удар. Кстати, на тактическом уровне Израиль Хизбаллу переигрывает. У Хизбаллы около 250 убитых, только признанных ею, включая высших командиров организации и многие десятки других террористов против 10 израильских военных. Однако, нас интересуют стратегические моменты. Поэтому сегодня Израиль приходит к выводу, что здесь предстоит принять очень тяжелое решение, может быть, что ситуация так продолжаться не может. Либо Хизбалла будет обуздана дипломатическим путем в рамках некого урегулирования с посредниками американскими, французскими и другими, и угроза Хизбаллы с севера спадет, причем реально спадет, либо это дело придется урегулировать военно-политическим путем, то есть принимать решение о масштабной боевой операции. И во втором случае это решение близится, как мне видится, тем более, что я не вижу реальных, подчеркиваю, не бумажных, а вот именно реального урегулирования данной проблемы дипломатическим путем. Потому что фиктивную бумажку можно, конечно, нарисовать, был и Будапештский меморандум в свое время, было много чего интересного и в истории Израиля. Если правительство захочет именно удовольствоваться фиктивной бумажкой, будет очень и очень плохо, а поэтому проблемы серьезные назревают, и они, вернее, они уже назрели, и мы близки, я думаю, относительно близки, вероятность велика, что будет принято серьезное решение. А вот то, что происходит сегодня, вчера и позавчера, это очередное обострение в рамках вот этого режима уравнений. Когда Израиль показывает Хизбалле, что правило далеко не только ее, в ответ на некие запуски беспилотников по северному, вчера еще по северной части Израиля, на голландских высотах Израиль нанес удары в глубине территории Хизбаллы, что Ливана, то есть 180 и 100 километров по местам хранения беспилотников, но не в рамках правил игры, когда удары наносятся в приграничии, а сегодня, когда Хизбалла нанесла в ответ на это массированный ракетный удар по опорным пунктам там же на севере, Израиль повторил удары в глубине. Вот это вот некий шаг вперед, причем демонстрируется регулярность этого шага. Удары в глубине, там, где оплот Хизбаллы в Ливанской долине на востоке Ливана, и признак очередной как раз и показывает, насколько ситуация может быстро перейти в большую войну, я имею в виду даже в эскалационном режиме, так называемая мискалькуляция, когда стороны наносят друг другу более болезненные удары, чем привыкли, и вынуждены реагировать на них. Вынуждены или умышленно реагируют более мощно, в этом ставя противника перед выбором. Либо он тоже выходит на качественно новый уровень своей реакции, либо он остается на прежнем. Но и тогда, если он остается на прежнем, это говорит кое о чем. Например, о том, что он демонстрирует слабость. И вот Хизбалла, несмотря на нежелание продолжать свое, понимая, что они попали в некоторой степени в ловушку, не хочет демонстрировать слабость, когда ей отвечают достаточно болезненно. Так что есть риски, вот так подводя итоги, есть большие риски того, что эскалация произойдет именно в результате обмена ударами. Такой вот такой эффект домино. Либо велики шансы, что в ближайшие дни недели, или недели, многочисленные недели, израильское руководство примет решение разобраться с Хизбаллой по-другому. Давид, начался Рамадан, и вот хотелось бы с вами, так сказать, посмотреть на ситуацию в этом контексте, что может измениться или что уже изменилось в регионе. На прошлой неделе глава МОСАДа Давид Барне тайно встречался с главой ЦРУ Уильям Бернсом в Иордании. Ну, естественно, обсуждали переговоры, освобождение заложников и так далее. Вот после заявления от лица МОСАДа говорится следующее, что на данном этапе Хамас укрепился на позиции, что он не заинтересован в сделке и стремится поджечь ситуацию во время Рамадана. То есть о том, что он не заинтересован, мы уже с вами обсудили. О том, чтобы по желанию поджечь ситуацию. Вот что это, на ваш взгляд? Это призыв Хамаса к палестинскому населению сектора газа активнее посещать мечети или что-то большее? Нет, это гораздо больше нечто иное. Изначально, когда руководство Хамаса, а именно их есть Инуар, Мухаммад Деф и Марван Иса, вот эти три из которых третий, я надеюсь, уже не с нами, принимали решение о нападении 7 октября на Израиль, они очень рассчитывали, что масса будет и массовое содействие этому акту со стороны палестинского арабского населения Иудеи и Самарии, то, что принято называть западный берег реки Ордан, и вообще в арабском мире, и вообще в арабском и мусульманском мире всячески это поддержат. И будет вот такой вот единый порыв, который даст запас прочности Хамасу, и не только запас прочности, а даст реальные козыри, вплоть до физических боевых действий, массовых беспорядков и чего угодно. Этого не произошло. Однако месяц Рамадан, когда, скажем так, из-за повышенного религиозного рвения всегда высок потенциал взрыва, и об этом прекрасно знают в Израиле, вот взрыва, это то время и тот срок, где можно надеяться, не знаю, может ли он на это рассчитывать, но где он может надеяться на то, что не произошло 7 октября. Надежда его отнюдь не на газу. В Газе все у него очень плохо, и в Газе он никаких бонусов получить не может. Его надежда на западный берег реки Ордан, его надежда то, что мы называем идеей Самарии, и, конечно же, на восточный Иерусалим, и, соответственно, если там вспыхнут массовые беспорядки, если будут теракты успешные с точки зрения боевиков, это то, что может дать не только стимул, но может отвлечь внимание Израиля и отвлечь израильские силы, а также отвлечь, или, вернее так, привлечь внимание мусульманского мира. Это на то, что он надеется, и не только он, не только руководство Хамаса, но и иранское руководство, и Хизбалла. Это, собственно, такой вот их, не то чтобы план, это то, что они хотели бы реализовать. Как это делается, это и подстрекательство, естественно, и в социальных сетях, и в СМИ, и приказы прямые тем, кто приказом подчиняется, и поставки оружия, и финансирование. Все эти усилия предпринимаются. Соответственно, в Израиле, как всегда, с особым опасением относятся, иногда с превышенным к тому, что происходит в Рамадан, в первую очередь в старом городе Иерусалима. Силы приводятся в готовность, предпринимаются меры. Ну и, в общем, как всегда, ситуация напряженная, и потенциал всегда присутствует. И надежды Хамаса, и надежды Ирана на этот месяц, конечно же, особенный, потому что, если нет, получается, что вот тогда уже не совсем понятно, когда бы такое получилось, раз не получилось и 7 октября. Ну давайте более детально о ситуации в Иерусалиме, о мерах безопасности. Естественно, в Рамадан будет нашествие паломников, мусульманских мечеть Алякса, рядом стена плача. Какое сейчас положение в городе? Что происходит в старом городе? Начался месяц, спокойно или усиленно, или патрулиет вообще, в общем, ситуация на данный момент? Безусловно, все меры безопасности усилены, и присутствие полиции, присутствие полиции, которую видно глазом, и присутствие иногда тех, кого глазом не видно, и кого не примешь за стражей порядка. Естественно, принимаются и другие меры, в том числе разведывательного характера по активистам. Вообще, за время войны надо понимать, что в Иудеи-Самаре, то бишь западном берегу реки Ордан, было ликвидировано несколько сот террористов, в ходе антитеррористических операций задержано множество активистов, террористических организаций, одних хамасовцев полторы тысячи задержано, еще две тысячи других. То есть, все это, в принципе, должно было ослабить, и, я уверен, ослабило потенциал вспышки серии терактов и беспорядков в Рамадан, в том числе и в Иерусалиме. Однако, опасность очень велика. Вчера была пресечена попытка теракта потенциального террориста-самоубийцы, который шел в центр Тель-Авива, тут не в Иерусалим, но направлялся в центр Тель-Авива с зарядом взрывчатки. Его бойцы подразделения псевдо-арабов и службы безопасности уничтожили на подходе в общей службе безопасности Шабак. В общем, в Иерусалиме все напряженно. Вчера все прошло тихо, но напряженность велика дует на воду, обжегшись на молоке, как говорится. Пятницы, когда пятничная молитва, это всегда потенциально наиболее опасный день. И не в Рамадане, и не в Рамадан, и тем более в Рамадан. Ну и так будет каждый день. Вот сейчас мы с вами говорим, ситуация весьма спокойная, однако она динамичная. Через час или через 13 дней все может оказаться несколько иначе. Давид, хочу с вами поговорить о заявлениях Венемина Неданьяху. Оговорюсь, они прозвучали накануне, то есть еще не было информации о том, что переговоры сейчас посредники все-таки продолжают некоторым образом переговоры об освобождении заложников. И поэтому вот делаем поправку на этот факт. Да, смотрите, Израиль уничтожил три четверти террористических батальонов Хамаса. Для завершения войны нужно будет не более двух месяцев. Продолжит наступление на Рафах, и если не будет заложников, в Рамадан паузы в боях не будет. Вот эти моменты подтверждаете? Понятно, политики говорят одно, военное другое, журналисты третье. Вот в целом правильно описана ситуация? Ситуация есть тут чуть-чуть несколько пояснений. Когда он говорит завершение войны, он имеет в виду общевойсковые фазы. Он подразумевает следующее, что три четверти из 24 батальонов, а батальоны Хамаса – это некие территориальные объединения, как правило, численностью 1200 человек, контролирующие либо небольшой город, либо большой район большого города. Так вот, то, что осталось недобитым – это четыре батальона, она же одна бригада в городе Рафах, он же Рафех, то есть самый южный город, граничащий с Египтом, и поэтому имеющий огромное значение с точки зрения не только гуманитарной помощи, но и контрабанды, в том числе оружия, по туннелям из Рафаха в Египет. И еще два, скажем так, населенных пункта в центре Газы. Кстати, в одном из них был как раз и убит Марван Иса ударом с воздуха, где еще по батальону осталось. И вот это имеет в Нетаньягу в виду, когда, говорит, 75-80% организованной структуры Хамаса уничтожено, остановиться, и это говорят и другие, в том числе и даже противники Нетаньягу, остановиться не уничтожив 25-20% последних, это как прекратить тушить пожар перед самым концом. Так вот, здесь имеется в виду, что Рафех займет, он же Рафах, займет от пары до многих недель, ну, скажем так, вот трех до шести недель, займет общевойсковая фаза. А вот после этого общевойсковой интенсивной фазы уже, видимо, не будет необходимости в ней. И будет необходимость лишь в зачисточных мероприятиях и рейдах, которые все равно по-любому, они идут сейчас на тех территориях, где прошла общевойсковая фаза, и они будут продолжаться очень долго. Значит, если заложников не удастся освободить в рамках сделки, и тут второе пояснение, то да, никакого прекращения огня, никакого прекращения огня речи быть не может. Я скажу, более того, даже вот то, как сейчас тянут время и не начинают с Рафехом из-за американского давления, из-за очень длительных переговоров, даже это уже недопустимо, время не работает на нас, и поэтому не просто прекращение огня не должно быть, но это уже такое мое мнение, а должно быть и должна быть интенсификация боевых действий, и именно начало операции в Рафехе, потому что, опять-таки, время на Израиль не работает. Так что, в целом, то, что он изложил, это, в общем-то, то, что и происходит, и то, что должно происходить. С одной оговоркой, долго ждать с Рафехом, на мой взгляд, ни в коей мере нельзя. Давид, спасибо огромное, что присоединились к нашему эфиру за ваш детальный анализ ситуации в регионе. И я напомню, Давид Шарп, военный обозреватель из Израиля, был на связи со студией «Фридом». Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридом» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова